МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях этого четверга. Важные новости и комментарии экспертов. Информационную картину дня представим в ближайшие 40 минут. В эфире «Вести итоги дня» и смотрите прямо сейчас. По чьей вине погода в доме стала такой же, как и за окном? И что грозит нарушителям? Крыши волгоградских многоэтажек в центре внимания специалистов Госжилнадзора. Приближаемся к 2 миллионам. Жатва в регионе продолжается, а зимы почти убрали на очереди яровые. Как и грари Руднянского района справились с засухой? Хорошая в этом году схемка у нас была разработана. Когда большие планы на развитие сталкиваются с большими проблемами. Порой приниматели даже не знают, что с ним договор растут. Переформатирование нестационарной торговли продолжается. Возможно ли и малый бизнес защитить, и порядок на улицах навести? 10 тысяч билетов уже продано. Рудер проведет первый после чемпионата мира матч на Волгоград-арене. О готовности команды и планах на сезон журналистам рассказали на пресс-конференции. Узнаем все подробности. Им пока здесь все в лесах, но уже скоро зазвучат аплодисменты. 400-летию в столице российской провинции откроется новый Дом культуры. С вами в студии Вера Круглова. И Андрей Метлин. И мы начинаем. Сегодня заместитель председателя правительства России Виталий Мутко встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы регионального развития и межбюджетных отношений. Кроме того, глава области встретился с руководителем фармакологической компании Виктором Харитонином. Речь шла о взаимодействии в рамках дальнейшего развития системы здравоохранения. 118 многоквартирных домов, по данным аварийной диспетчерской службы Волгограда, пострадали в результате мощного ливня в воскресенье. Главным образом испорченные кровли где-то потопило подвальные помещения. Сегодня городские службы работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды. По закону, управляющие компании, которые обслуживают дома, должны устранить протечки в течение суток после обращения жильцов. Как дело обстоит в реальности, сегодня проверили инспекторы госжилнадзора. Вместе с ними в рейд отправился и наш коллега Михаил Гариванов. Разводы на стенах, обвалившаяся штукатурка и испорченный ремонт. Так после воскресного ливня выглядят многие квартиры в доме по улице Ангарской. Проверку дождем крыша не выдержала. Там стены все протекли. А на девятом этаже, на четвертом подъезде, проводка вся наружу, там все видно. А в четвертом подъезде протекло почти до восьмого этажа. Но жильцам этого дома еще повезло. Устранять протечки сотрудники управкомпании вышли сразу после дождя. Оно просто покрытие, скажем так, не было рассчитано на такой большой поток воды. А так вы же сами видите, она не порвана, просто она не выдержала столько много воды. Теперь кровлю покроют еще одним изоляционным слоем. Правда, выдержит ли он подобный ливень, специалисты предсказать не могут. А вот когда за работу возьмутся в доме по улице Ватутина, жильцы не знают. Согласно жилищному законодательству, управляющая компания обязана устранить протечку кровли в течение суток после заявления граждан. Но здесь, даже спустя несколько дней, рабочих не видно. Кровлю этого дома в Краснооктябрьском районе уже готовы ремонтировать. Но пока этого не делали, вот мы видим одинокую, оставленную, сиротливую буквально упаковку рубероида. Но можем вместо этого посмотреть, из-за чего, вероятно, здесь в этом доме вышли из строя лифты. Вода, по всей видимости, заливала в шахты именно отсюда. А вот когда в доме заработают лифты, управкомпания сказать не может. Но этого очень ждут все жильцы. Квартира Нины Иосифовны на девятом этаже. И теперь выйти из дома – настоящая проблема. Вот сказал мастер, после вот этих грозы отключились какие-то там, и что-то. А когда теперь наладят, не знаю. И теперь всегда приходится. И приходится ходить, а люди все старенькие, с давлением. И когда это сделают, мы не знаем. Еще один вопрос, который пока без ответа. Компенсирует ли жильцам ущерб от потопа в квартирах? Невозможно было подставить ведро там, эльтазик. Потому что по стене текло. Лишь только успею вылить ведро с водой, воду вылию. И здесь начинаю опять собирать. И так два часа. Теперь без обоев рабочего домофона и светильника. Одна из стен в квартире до сих пор сырая. Высушить ее женщина пытается уже который день. Фен для волос вынужденно превращается в строительный. И сколько вот так часов в день? Или как? Или везде? Я перерывы делаю. Вот, ну, немножко. И я отдохну. А в семье Натальи Глупшевой дочь затопил не только ее квартиру, но и соседи этажом ниже. В день, когда Либий накрыл Болгоград, женщины дома не было. Когда мы открыли дверь, нас уже встречали соседи с нижнего этажа, с восьмого. Просто река лилась у меня из квартиры. И до первого этажа все это прошло. На первом этаже стояли ведра. Люди ведрами выносили воду на улицу. И таких жалоб от волгоградцев в госжилинспекцию поступило уже больше 50. По словам инспекторов, ущерб от потопа должна компенсировать только управляющая компания. Согласно акту, это будет либо денежные средства, либо ремонт. Изначально мы выдаем предписание. Материалы проверок мы направляем в инспекцию Государственного жилищного надзора Волгоградской области. И они уже принимают решение о привлечении к административной ответственности за данные нарушения. В случае неустранения замечаний в срок управляющей компанией грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей. Михаил Гриванов, Александр Беляев, Вести, Волгоград. В Волгограде продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. На проспекте Университетском идет замена тепловых сетей. 50-летний трубопровод был в аварийном состоянии и приносил немало хлопот специалистам. Из-за протечек подачу тепла приходилось останавливать даже в отопительный сезон. При том, что трубопровод обслуживает 12 многоквартирных домов и детский сад. Сегодня специалисты проводят полную замену теплосети, демонтируют старое оборудование. В общей сложности рабочим предстоит уложить 300 метров современных труб. В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении председателя президиума областной общественной организации. Мужчину обвиняют в систематическом получении коммерческих подкупов. Напомним, подозреваемый руководил некоммерческой структурой, позиционировавшей себя борцом за права потребителей. В уставе организации было предусмотрено выявление коррупционной составляющей при проведении общественного контроля. По данным следствия, весной прошлого года общественники проверяли один из сетевых отелей Волгограда. В результате выявили больше 25 нарушений. Руководитель структуры заявил о готовности отказаться от дальнейшей проверки и даже отозвать уже отправленные в контролирующие органы письма о нарушениях. За это он потребовал вознаграждения полтора миллиона рублей. Но потом снизил суммы до миллиона. Задержали подозреваемых при передаче денег. Общая сумма криминального дохода подозреваемого составила миллион восемьсот тысяч рублей. Дело передано в суд. Третий день в Волгоградской области проходят военные учения. Сегодня утром в тыл условного противника забросили 800 десантников. Массовое десантирование из военно-транспортных самолетов Ил-76 проводили в сложных метеоусловиях при ненастной погоде и сильном ветре. Военно-транспортная авиация работала на малых высотах от 400 до 600 метров. Вместе с бойцами в тыл условного врага сбрасывали и боевую технику. Приземлялись десантники на небольшую площадку. А после провели до разведки объектов и огневых точек противника. Эти координаты сообщили артиллерийским расчетам и авиацией поддержке. Те, в свою очередь, нанесли мощный удар по условному противнику. А вот о чем расскажем в следующей части нашей программы. Когда большие планы на развитие сталкиваются с большими проблемами. Переформатирование нестационарной торговли продолжается. Возможно ли и малый бизнес защитить и порядок на улицах навести? 10 тысяч билетов уже продано. Рудер проведет первый после чемпионата мира матч на Волгоград-арене. О готовности команды и планах на сезон журналистам рассказали на пресс-конференции. Узнаем все подробности. И пока здесь все в лесах, но уже скоро зазвучат аплодисменты. 400-летию в столице российской провинции откроется новый дом культуры. Это «Вести итоги дня» и мы продолжаем наш выпуск. И в начале второй части о главных новостях в России и соседних регионах. Информационная картина за 100 секунд. Новейшее супероружие России, равного которому нет нигде в мире, уже в действии. Военные сегодня показали, как дальняя авиация работает с гиперзвуковыми кинжалами и как лазерные комплексы «Пересвет» несут боевое дежурство. Кроме того, ракетные войска готовятся принять гиперзвуковой комплекс «Авангард». Продолжается испытание ракет «Сармат» и «Буревестник». Проходит тестирование и «Гроза всех морей и океанов». Беспилотный подводный аппарат «Фосейдон», способный уничтожать авианосцы и поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности. Костромские ученые пытаются разгадать тайны загадочного острова Веже. В Средневековье там находилась погранзастава, которая выдержала не одну осаду. Однако исторический памятник едва не погиб от паводка. Помог президентский грант. На острове уже провели берегу укрепительной работы, а Русское географическое общество организовало археологическую экспедицию. За несколько недель ученые углубились на несколько веков в историю. Уже на этом уровне найден богатый материал 14-го столетия – предметы быта и простые механические орудия. В Астрахани на одну достопримечательность стало больше. На откосе набережной Приволжского канала художники разместили картину о Петровской эпохе. На ней изображено отбытие Петра I из Астрахани в Персидский поход. Картину создавали автомобильными красками. Она устойчива к солнцу и заморозкам. Горожане уже оценили креативное благоустройство. Более 500 авторов-исполнителей со всего мира собрались в Волгодонском районе Ростовской области. В станице Романовска стартовал 20-й бардовский фестиваль «Струны души». Для гостей работают творческие, мастерские и лаборатории. На праздники участники исполняют свои народные хиты бардовской песни. Сегодня стало известно, что первое заседание Межпарламентской комиссии России и Ирана пройдет в Волгограде. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с послами России в странах Азии, Африки и Латинской Америки. По мнению Вячеслава Володина, практика работы в рамках межпарламентских групп хорошо себя зарекомендовала. Первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня запланировано на 2-3 сентября. Дата пока уточняется, а вот место проведения определено – Волгоград. Город-герой как центр дипломатии активно развивает отношения с территориями разных стран и готов принять мероприятие такого уровня. Волгоградские аграрии полностью закрыли потребность региона в зерне. На сегодняшний день хлеборобы намолотили больше миллиона 800 тысяч тонн, вместо необходимых – полутора тысяч. Сельхозпроизводители южных районов Волгоградской области уже завершают уборку ранних зерновых культур. Ряд хозяйств приступил к яровым. Лидерами по сбору зерновых стали хозяйство Котельниковского района. Там уже намолочено больше 157 тысяч тонн зерна. На втором месте агрария Октябрьского района. На третьем – Клецкого. По урожайности зерновых культур лидирует Еланский район. Там в среднем собрано больше 31 центнера с гектара, чуть меньше – в Алексеевском и Урюпинском районах. Одновременно с уборкой азимых сельхозтоваропроизводители приступили к уборке яровых, зерновых и масленичных культур. А в одном христианско-фермерских хозяйств Руднянского района азимую пшеницу уже почти убрали. Совсем скоро комбайны начнут молотить яровые. Как аграрии справились с засухой этого года и на что надеяться в будущем, узнала Виктория Конышева. Стройными рядами комбайны бороздят золотые поля. В этом хозяйстве уборка в самом разгаре. Из 9 тысяч гектаров треть – азимая пшеница. Убрать ее нужно как можно быстрее и перебросить технику на яровые. Ячмень уже созрел и кое-где начал осыпаться. В среднем в этом хозяйстве урожайность 17 центнеров с гектара. Мы думали, что урожая вообще не будет никакого. Но благодаря тому, что осенние запасы влаги в метровом слое были хорошие, потому и вот такой урожай все-таки мы собрали. Пшеница в среднем получается четвертого класса. Где-то есть и третьего, но урожая практически нет. Добиться неплохого урожая в условиях сильной засухи в этом хозяйстве удалось не только благодаря осенним запасам влаги. Опыт, накопленный десятилетиями и применение современных технологий – вот залог успеха. Посевная прошла. У нас, в принципе, таких без сучка, без задоринки. Мы выдержали все агротехнические сроки вовремя. Все было посеяно оптимальными нормами. Только благодаря удобрениям мы вот что-то смогли получить. Хорошая в этом году схемка у нас была разработана по удобрениям только благодаря этому. Конечно, урожай в этом году, по словам аграриев, не сравнить с прошлым. По предварительным подсчетам, 50% все же потеряли. Некоторые поля пострадали не только от засухи, но и от ледяной корки еще весной. Но и сейчас главное – убрать то, что удалось сохранить. В этом хозяйстве жатва идет дружно. Здесь трудится сплоченная бригада механизаторов. Среди них и Сергей Вильчинский. Комбайнером работает больше 30 лет. С детства я с четвертого класса пошел в штурвальном. И вот так вот стянулся. Понимаете, я люблю землю обрабатывать. Пахать, культивировать, сеять, убирать хлеб. Это как-то помнилось. С таким коллективом, с нашим комбайнером, можно, как говорится, в разведку идти. В одном из самых северных в регионе, Руднянском районе, уборка началась дружно. Еще в начале июля первыми приступили крупные агропромышленные предприятия. Подтягиваются и фермеры. Зерновой озимый клин здесь около 25 тысяч гектаров. Ставку делают на пшеницу. На данный момент у нас убрано 3,5 тысячи гектаров. 5,6 на молочи. У нас урожайность идет по 18,6 сантиметров. Но уборка началась, конечно, более таких с непаровых полей. Потому что там она быстрее подошла по влажности. И убирать надо. Поэтому пока у нас урожайность низковата. Но надеемся, что она поднимется. Надеяться на лучшее волгоградским аграриям не впервой. Даже в сложных условиях многие хозяйства не стоят на месте. Например, в этом в прошлом году построили теплую мастерскую. Значительно обновили и технику. Мы уже к этому привыкли. Преодолеваем трудности и идем вперед. Развиваемся, строимся. Вы сами видели, что база, хотя и сезон очень сложный, трудный сезон. Но тем не менее мы продолжаем жить, продолжаем развиваться. Виктория Кунышева, Александр Широшов, Вести, Волгоград, из Руднянского района. Засушливое лето действительно внесло существенные коррективы в планы аграриев. Отсутствие влаги не только повлияло на урожай этого года, но и поставило под угрозу будущее. По словам специалистов, наиболее эффективным способом борьбы с засушливой погодой является развитие системы мелиорации. Сегодня это направление одно из приоритетных в региональной политике. Лариса Лазука пообщалась с Виктором Халимовым, руководителем одного из хозяйств Котельниковского района, где уже сделали первый шаг в этом направлении. Виктор Леонидович, у вас довольно крупное хозяйство в Котельниковском районе, фермерское хозяйство, которому почти 20 лет. Как складывается этот сезон для вас? Чем сейчас занято? Сейчас заканчиваем уборку озимых культур. Дождик нам немножко помешал, уже закончили бы на сегодняшний день. Хлеб получили, я думаю, неплохой, пониже, чем в прошлом году. В районе 30 центнеров средняя урожайность сложилась по пшенице озимой. Яровые культуры высохли. Мы особо руки не опускаем. Я считаю, что 30 центнеров для нас, для Котельниковского района, это показатель неплохой. Тем более, у нас есть чем дальше заниматься. В вашем хозяйстве за последние годы появился свой козырь, это мелиорация. Как пришли к этому? Ну, решили попробовать в 2015 году. Решили попробовать, запустили в 2015 году, понравилось. В 2016 немножко отдохнули в финансовом плане. И в 2017 продолжили стройку. Сейчас у нас в районе 1500-1500 гектаров под орошением. То есть, ну, думаем наращивать. Думаем, на следующий год продолжит строительство. При этом мы знаем, что вы участвуете в государственной программе поддержки. Насколько она существенна? И каким образом государство помогает вам внедрять орошение? Я думаю, без государства мы бы вообще ничего. Ну, то есть, может быть, мы вытянули бы первый проект какими-то кредитами, всеми вытекающими. Ну, наверное, на этом бы мы все и свернули. То есть, все последующие строительства у нас только связаны с поддержкой. Ну, по-любому строим за свои средства. А потом уже нам часть... Ну, мы получили конкретно в районе 70% получили возмещение. То есть, мы результатами довольны. Сейчас сельское хозяйство называют в числе приоритетных направлений. Вы чувствуете это на себе? Ну, конечно, чувствуем. Если мы за прошлый год получили 82 миллиона только возмещения по строительству, орошения, как здесь можно не чувствовать? Это, грубо говоря, бюджет хозяйства за год. Надо сперва довести орошение до ума. А потом дальше будем смотреть. С созданием кормовой базы уже можно замахнуться на животноводство? Да, да, да. Ну, как бы тут цель и стоит. Я думаю, в первую очередь, для того, чтобы животноводством заняться, надо кормовую базу создать. Ну, а вот, да, после создания кормовой базы уже будем смотреть на молоко. И дальше, не знаю, куда, что на страусах или куда-нибудь. Вся ставка сейчас? Только на полив. Виды, я думаю, мы от 100 центров начнем, конечно. Вот. То есть, для нашей зоны вообще как бы небывалая. То есть, для этого все и делается. Для повышения урожайности, для создания рабочих новых мест и всего утекающего. Сейчас уже заканчивается уборочная. Надо отдалить нам, надо готовиться к уборке кукурузы, к уборке подсолнечника. Мы желаем удачно реализовать зерно этого года. И чтобы на вот этих орошаемых участках эти новые для вас культуры тоже оправдали ваше вложение. Да, я думаю, кто работает, тот добьется все равно. Кто не стоит на месте, все равно результат будет. То есть, результат с каждым годом мы видим, он улучшается. То есть, ну, надеемся, что в этом году покажем хороший результат. В Волгограде продолжается наведение порядка в сфере нестационарной торговли. Горожане уверены, грамотный подход поможет существенно преобразить город. В то же время, сами предприниматели беспокоятся о нюансах проводимой работы. Ведь в один день они могут лишиться всего, что создавали годами. В преддверии ЧМ по футболу представителям малого бизнеса пришлось прилично потратиться, установить новые павильоны и благоустроить прилегающую территорию. Однако, даже не завершив работы, они начали получать уведомления о расторжении договоров. Эта ситуация стала ключевой темой на прошедшем экспертном совете. Ольга Вологина узнала, возможно ли и порядок навести, и бизнес сохранить. Свежая выпечка, сырые колбасы, мороженое. Купить продукты можно в шаге от дома. Ольга Ветренникова всегда рада новым покупателям. И за 10 лет появились и постоянные. Здесь очень хорошая точка, очень доступная. Рядом техникум у нас, школа. Детишки к нам приходят. Также трамвайная остановка рядышком. Буквально год назад здесь было не так просторно. Павильон занимал площадь вдвое меньше. Комфортное рабочее место, широкий ассортимент продукции, благоустроенная и прилегающая к павильону территория. Собственник торговой точки изменил еще два нестационарных объекта в Ворошиловском районе Волгограда. Правда, там он реализует пенную продукцию. Мы начинали, грубо говоря, в 2001 году. У нас было 6 квадратов. Потом мы построили 40 квадратов. На сегодняшний момент 90 квадратов. Было потрачено немало. Взят кредит и построена эта точка. Ну, у меня чуть-чуть, может, другое, конечно, мнение. К питью пива, грубо говоря. Что это не какая-то там забегалка. Это целесообразно. Человек зашел, взял, есть два туалета. По словам собственника районной администрации, неожиданно расторгло договор о сотрудничестве. Указанные причины в документах отсутствия оборудования для маломобильных групп и незавершенный в срок ремонт. Предприниматель готов устранить эти замечания, а заменить продукцию пока нет. Пробовали переквалифицироваться тут и так далее. Было другое. Но на сегодняшний момент не можем пока больше ничего придумать. Однако сегодня к реализации алкогольной продукции особые требования. Реализация пива в нестационарных торговых объектах запрещена. В территории района имеется такая проблема. Обращения жителей поступают регулярно. Как вот в Козловской 73. И в наш адрес, и в адрес депутатов областной думы обращаются люди. Пишут, что антисанитария вокруг. Дети ходят. Рядом находится художественная детская школа. Мы провели обследование этого объекта. Было установлено, что им не выполнены требования договора. Правила размещения нестационарных объектов. Изменения законодательства интересуют предпринимателей. По словам бизнеса «Будсмена», договорные отношения для обеих сторон должны быть прозрачными. В последнее время жалобы о неправомерных требованиях, по мнению предпринимателей, поступают из Ворошиловского района Волгограда. С начала этого месяца уже 12 обращений. Данная процедура позволяет в одностороннем порядке муниципальным органам отказываться. Это исполнение договорных обязательств. Порой предприниматель даже не знает, что с ним договор расторгнут. Он также вносит платежи, также выплачивает зарплату, осуществляет свою деятельность. И по мере осуществления своей деятельности потом получает информацию, что договор расторгнут, и данный объект должен быть демонтирован в определенной сроке. Данная ситуация, конечно же, недопустима. Предприниматель Алексей Вакатов, как и еще несколько его коллег, свои права намерены отстаивать в суде. Возможно, к компромиссу удастся прийти и раньше. Ведь есть в Волгограде примеры грамотного взаимодействия. Отношениям жителей с местными предпринимателями в Краснооктябрьском районе можно только позавидовать. Мы с ними в очень хороших отношениях. Они нам во всем помогают. Три года назад управляющая компания совместно с Советом дома заключили с предпринимателями взаимовыгодный договор. Работают они на территории многоквартирного дома. Однако плата за аренду идет на благоустройство двора и подъезда. Теперь вокруг дома надежный забор, а на лестничных клетках в подъезде красивая плитка. У нас, видите, капелем все плитки, плитка капельная, стены, полы у нас тоже сделаны. Поставили мы пластиковые двери. Все у нас симпатично. У семьи Елены Смолениновой уже 16 лет свой продуктовый магазин. Рассказывают, что с жильцами дома уже стали одной семьей. Все нормы и правила стараются соблюдать. Лишь бы была возможность заниматься делом и дальше. Мы не против делать галерею и облицовку этой территории. Потому что знаем, что есть требования, выдвинутые нашей Волгоградской думой, чтобы все был единый фасад. У местных продавцов большие планы. На сделанных ранее преобразованиях не останавливаются. Возможно, такой пример сотрудничества будет взят на вооружение и в других районах Волгограда. Ольга Вологина, Александр Тихонов, Вести, Волгоград. В Волгограде приступили ко второму этапу реконструкции центральной набережной. Уже в скором времени жители города увидят обновленное место отдыха. Сейчас рабочие обновляют лестницу. Каждую гранитную плиту предстоит отшлифовать. А пока специалисты их маркируют, так реставраторы смогут вернуть их все на свои места. Крепить плиты будут с помощью современного раствора. Старыми останутся только технологии реконструкции, которые давно себя зарекомендовали. Почти завершена реставрация ротунды. Остались лишь косметические работы. Этому знаковому месту Волгограда возвратят исторический облик. С декоративных частей снимались слепки, чтобы каждая деталь сохранила первозданный вид. Утраченные элементы восстанавливались по чертежам и архивным снимкам. Колонны покрыли водонепроницаемым материалом. Материалы использовались те же самые, которые использовались в середине прошлого века при строительстве подобных объектов. Современные материалы мы используем на конечных стадиях для покрытия объекта водоотталкивающими и сохраняющими материалами. Вы смотрите Вести итоги дня и мы продолжаем. Руднянский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с местного жителя штрафа за возникший по его вине лесной пожар. В ходе судебного заседания установлено, что в июне прошлого года мужчина, вопреки установленному запрету, ездил по лесу на тракторе. В связи с тем, что транспортное средство не было оборудовано искрогасителем и первичными средствами пожаротушения, от выброса искр из выхлопной системы произошел пожар. В результате огнем были уничтожены и повреждены сосны на площади 3,4 гектара. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. В этой связи, помимо привлечения виновного к уголовной ответственности в виде 400 часов обязательных работ, в прокуратуре Воднянского района инициирован вопрос о взыскании с него суммы причиненного ущерба. Сегодня в регионе разворачивается масштабная работа по замене отработавших свой срок лифтов. Проект реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта. В общей сложности в этом году установят 465 новых подъемников. Многие жители областной столицы уже оценили новые средства передвижения в своих подъездах и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Репортаж Кристины Тараевой. Современные, комфортные и безопасные. Такими эпитетами описывают новые лифты жители многоквартирного дома номер 6 по улице Кастерина. В отличие от старых, эти подъемные машины тихоходные, оснащены вентиляторами и экономят электроэнергию. Раньше были лифты, наверное, очень долго стояли, лет 30 было лифтом, еще в советское время ставили эти лифты. Сейчас поставили новые лифты, очень современные, красивые. Надежные. Всем нравится жильцам. Татьяна Шаткина живет в этой девятиэтажке на Спартановке уже 36 лет. Проблемы с лифтом возникали постоянно. Теперь молодая мама уверена, подниматься пешком на шестой этаж точно не придется. Были старые лифты, было страшно ездить, тем более мы с колясками, с велосипедами. Ну, когда в январе начали заменять нам лифты, ну, конечно, ждали, долго ждали, 4 месяца. Ну, дождались хорошие лифты с проветриваемым помещением. Ходят и коляски у нас, и велосипеды. А вот в доме по соседству монтаж нового лифтового оборудования пока только ведется. Специалисты поясняют, процесс по замене старого подъемника на новый достаточно сложный и занимает примерно 45 дней. На данном этапе производим демонтаж рельс, очистку шахты для установки новых направляющих. Волгоградская область стала первой в стране, где замена лифтового оборудования – один из критериев для внесения многоэтажки в программу капремонта. При этом дома, в которых есть аварийные лифты, автоматически передвигаются в очереди на более ранний срок. Всего в нашем регионе предстоит заменить порядка 3000 лифтов, отработавших нормативный срок службы. Программа данная рассчитана до 2023 года. Волгоградская область является первым в Российской Федерации регионом, который внес соответствующий критерий в очередность проведения капитального ремонта в областной закон 174 ОД. По словам руководства регионального фонда, объем средств, направленных на замену лифтового оборудования, в этом году составит более 700 миллионов рублей. В основном это стандартные лифты для девятиэтажных домов. Есть, конечно, лифты и для 16-этажных домов, но более 95% – это обычные стандартные девятиэтажные дома. Грузоподъемность более 400 килограмм и на количество остановок – 9. С нетерпением ждут обновления в своих подъездах жители сразу нескольких домов на Николая Отрады. Здесь предстоит заменить шесть лифтов. Подрядчик уже завозит новое оборудование. Завершить работы обещают к концу августа. Люди живут старенькие, инвалиды, пожилые. На девятом, на восьмом этаже человек живет. Очень тяжело, конечно. И врача вызвать, и скорую помощь. Поэтому мы только ждем, чтобы нам сделали хорошо и быстрее. И побыстрее нам, да. Всего в этом году в регионе предстоит заменить 465 лифтов. Новые подъемные устройства появятся в многоквартирных домах в Волгограде, Камышине, Михайловке и Волжском. Проработать они должны, по словам специалистов, как минимум четверть века. Кристина Тараева, Александр Тихонов, Вести, Волгоград. 10 тысяч билетов проданы на первую после чемпионата мира игру «Ротора». В это воскресенье, 22 июля, на Волгоград-арене волгоградская команда сыграет с лучом из Владивостока. Пока билеты можно приобрести в онлайн-кассах, дополнительные центры продажи будут организованы около стадиона за два дня до игры. В этом сезоне все домашние встречи будут проходить на главном стадионе города. Волгоград-арена уже готова принять болельщиков со всей России. По словам генерального директора «Ротора» Андрея Рекичинского, команда находится в хорошей форме и настроена только на победу. Подготовка к предстоящей игре идет в плановом режиме. Все будет организовано в соответствии с регламентом ФНЛ. Мы желаем всем нашим болельщикам не терять присутствие духа, верить команду и приходить нас поддержать на стадион. Начало матча в 19.00. Перекрывать дороги 22 июля не планируют. Немного изменится работа общественного транспорта. За три часа до игры в 16.00 троллейбусы, автобусы и трамваи не будут останавливаться на остановке центральный стадион. Болельщикам придется проехать до Европа-Сити-Молл. Сделано для того, чтобы распределить транспортные потоки. То есть люди у нас как раз будут стекаться распределенно к стадиону и по мере прибытия проходить уже непосредственно в входные ворота самого стадиона. Вновь остановка общественного транспорта центральный стадион будет открыта через один час после окончания матча. Радостное событие произошло в культурной жизни у Рюпинска. Там заканчивается строительство нового ДК. Творческие коллективы уже готовятся к переезду в новый городской центр. Его возведение велось в рамках подготовки города к юбилею. В сентябре столица российской провинции отметит 400-летие. Что из себя представляет ДК и почему специалисты уже называют его самым большим объектом культуры в регионе, знает Максим Ахметов. У Рюпинский центр детского творчества не пустует даже в летние каникулы. Занятия, репетиции, все по расписанию. У нас вообще танцевальных коллективов четыре, которые насчитывают около 120 человек только в одном коллективе. Коллективы крупные и образцовые. Центр, тогда еще дом пионеров, открылся в 1961 году. Число воспитанников с каждым годом увеличивается. В этом здании занимаются лишь некоторые коллективы. Остальные разместились в городском центре культуры. Городской центр культуры столицы российской провинции пока находится в здании бывшего кинотеатра. Здесь уже много лет ютятся местные творческие коллективы, в том числе и самый титулованный детский ансамбль «Надежда». Это, пожалуй, самый популярный местный детский коллектив. Его знают не только в Волгоградской области, но и за ее пределами. «Надежда» – многочисленный лауреат международных и всероссийских конкурсов. В этом году ансамбль отметит сразу два важных события – свой 25-летний юбилей и долгожданный переезд в новый театрально-культурный центр. Новоселье воспитанники и руководитель коллектива ждут с нетерпением. Если верить и надеяться, то все сбывается. Я, конечно, боюсь даже подумать, что это что-то не произойдет и что-то не будет. Но дети, у нас есть шкаф с целыми кубками, которые даже некуда поставить. Площадь нового театрально-культурного центра почти 8,5 тысяч квадратных метров. Здесь, кроме многочисленных творческих коллективов и кружков, разместятся ЗАГС, кафе и Урюпинская городская библиотека, отделения которой сейчас разбросаны по городу. У нас всего 10 посадочных мест, а класс даже 25 человек. Поэтому нам хотелось бы, чтобы у нас было побольше площади, побольше места, простора, света, более современная комфортная библиотечная среда. В здании будущего театрально-культурного центра рабочие трудятся до позднего вечера. Объект начали строить в октябре прошлого года, а к сентябрю уже должны сдать в эксплуатацию. Здесь осуществляется и строительный надзор, и архитектурный надзор, поэтому качество будет соответствующее. Объект будет отвечать всем стандартам и правилам, в том числе и пожарной безопасности. Самое большое помещение центра культуры – концертный зал. Пока весь укутан строительными лесами. Но уже в сентябре сюда придут первые посетители. Зал рассчитан на 480 человек, плюс предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Каждое помещение проектировали, учитывая особенности творческих коллективов. Если у нас ансамбль – это казачьих танцев, то у них покрытие напольное будет эта доска. Если это бальные танцы, коллектив у нас «Надежда», то там будет предусмотрен именно ламинат, который скользящий для таких танцев. А пока воспитанники детского ансамбля «Надежда» репетируют на старом деревянном паркете. Программу, выступать с которой будут уже в новом зале в сентябре. Максим Ахметов, Алексей Гремыкин. Вести Волгоград. Из Урюпинска. А прямо сейчас о погоде на завтра расскажет наша коллега Алифтина Евтушенко. Алифтина Евтушенко. Плюс 25 днем и облачно возможен дождь. А вот ночью до плюс 19 также, вероятно, небольшие осадки. В Даниловке плюс 26 днем, ночью холоднее до плюс 19. Днем, возможно, гроза с дождем, к ночи облачно, но без осадков. Малооблачно будет в Старой Полтавке, к полудню воздух прогреется до 25 градусов. Возможно, выпадет дождь. В ночные часы ясно и до 20 тепла. Николаевск осадки тоже не обойдут стороной. Синоптики прогнозируют до плюс 29 днем, ночью холоднее плюс 22. Тепло днем в Камышине, температура поднимется до 28 градусов, но возможен дождь. А вот ночью будет ясно, но холоднее, до плюс 22. Переменная облачность придет в Паласовку и 25 тепла, но возможен дождь в обеденные часы. Ночью похолодает до плюс 20. В Котельниково на юге облачно вероятен небольшой дождь, днем на термометре 31 градус. Чуть прохладнее будет в ночные часы, плюс 22, но осадков не ожидается. Завтра в Октябрьском плюс 25 к полудню, там возможен небольшой дождь. К ночи осадки прекратятся и похолодает до плюс 18. Терфимовичи синоптики обещают небольшой дождь днем, там до 27 тепла, а ближе к ночи 20 градусов. Без осадков, скорее всего, не обойдется в станице Клецкой. Днем температура плюс 29 до плюс 21 ночью. В Михайловке днем плюс 27, переменной облачности, возможен дождь. В ночные часы плюс 20, переменной облачности, небольшой дождь, вероятный в Волжском, днем плюс 29, ночью ясная погода, но холоднее на 6 градусов. В Волгограде днем тоже возможен небольшой дождь, на термометре плюс 28, к вечеру температура упадет до плюс 22. Это был прогноз погоды в регионе, до встречи. Таким был этот четверг в стране и регионе. Будьте в курсе важнейших событий. Подводите итоги дня вместе с нами. Каждый день всего вам.